Зелёная белка Сегодня начинают собирать макулатуру В субботу что-то будет ещё Что именно расскажет организатор Анна Вознесенская Анна, доброе утро Ну что, что именно принимаете на этой неделе и на каких точках? С понедельника по четверг у нас открывается неделя макулатуры В центрах-партнёрах мы принимаем всё, что можно назвать макулатурой В пятницу происходит вывоз оттуда и из каких-то организаций Которые хотят нам тоже помочь В субботу будет организован приём у населения по точкам У нас сейчас есть 16 точек, которые мы объезжаем по расписанию определённому В семи районах города и в двух рабочих посёлках Красновский и Кольцово Соответственно, там у нас будет стоять наш эко-мобиль Будут дежурить наши волонтёры И будем принимать всякие разные отходы, кроме макулатуры А школы как раньше не участвуют в сборе макулатуры? Некоторые школы участвуют, некоторые детские садики участвуют Там подают заявочки те, кто собрал какое-то количество и хочет его нам отдать Расписание на субботу, 31 марта можно посмотреть в группе Акция по раздельному сбору отходов Зелёная Белка Так расскажу немножко, что есть, будет точные точки И в микрорайоне Ща, в Академгородке, и на Шлюзе, и на Абгейсе И в Краснообске, как уже сказала Анна И на Нижневерецовке, Кольцово И на Кубовой, и на Богдана Хмельницкого И на Челюскинцев, и на улице Объединения В общем, практически, мне кажется, со всего города Можно прям найти себе точку, которая не очень далеко от вас А как её узнать, точку? Или там будет Белка? Зелёная, да? Вот Саша очень интересует, будет ли человек в костюме Обязательно у нас есть атрибутика Ростовая Белка, да, есть? Ростовая Белка у нас была пару лет назад на новогодние акции Мы устраивали такое шоу Это прям, да, это была такая развлекуха хорошая для людей Приходили, фотографировались, обнимались А сейчас у нас такой мини-вариант костюма У нас волонтёры все в беличьих ушках дежурят Почему именно Белка? Акция началась в Академгородке Академгородок куда без белки? Ну всё, всё, вопросов больше нет Вы сказали, что будете принимать кое-что кроме макулатуры Можно поинтересоваться, что именно? Ну, стандартно, пластик всех видов, практически всех видов Стекло, металлы, магнитящиеся, не магнитящиеся Макулатуру ту же самую Отработанную технику компьютерную и бытовую И у нас есть ещё целевые сборы То есть конкретно в эту акцию мы будем принимать просроченные лекарства Это у нас такая будет разовая акция Потому что очень много людей не знают куда сдать Копят, хранят дома А куда их дают? Их тоже утилизируют? Их нельзя просто в мусорку? Да, их нельзя в мусорку, их нельзя в канализацию Их нужно сдавать на специальную утилизацию К сожалению, способ утилизации это только сжигание Но другого ещё пока нет И есть у нас проект Beauty Style Для которого мы собираем материал Это производство сумок и аксессуаров из отходов Из блестящих отходов Поэтому у нас на постоянной основе происходит такой сбор Ну и ещё будут некоторые целевые сборы Попробок от бутылок Которые мы регулярно анонсируем перед каждой акцией И помогаем каким-то людям творческим Которым нужно собрать материал тоже для своих поделок Это акция Добрые крышечки? Добрые крышечки в том числе мы собираем на зелёной белке Мы тоже собираем Мы уже целую эту метровочку набрали Я видела, очень красивая пятилитровочка В Вознесенской у нас в гостях Пришла рассказать про акцию по раздельному сбору отходов зелёная белка С 26 по 31 марта Каждый будний день будут собирать макулатуру ребята И вот какой вопрос у меня Сортировать её как-то нужно? Макулатуру? Как-то журналы отдельно? Тетрадки отдельно? Листы вот такие А4 отдельно? Конечно, желательно рассортировать Потому что перерабатываться она будет, может быть, даже в разных местах Но у нас иногда приносят такие маленькие стопочки этой макулатуры Которые просто нет смысла перевязывать в разные гипы Потому что у людей не всегда получается собрать 15 килограммов дома Поэтому в таких случаях можно не разделять, не рассортировать А если всё-таки много дома, то какие категории лучше разделять? Какие считаются за одну, какие за разную? Есть белые листы, как раз листы А4 Есть гофрокартон, есть млянцевые журналы, которые тоже идут в переработку Гофрокартон, это вот в том числе и от коробок считается картон? Я не разбираюсь в картоне Да, это упаковочные большие коробки, в которых мы покупаем какую-нибудь бутовую технику Это считается... Ещё что? Всё? Разные... Всё, что дома относится к бумаге, может относиться к бумаге, вот то и идёт макулатура Какие-то коробочки от тех же лекарств, от зубных паст, от каши... Это гофрокартон категория? Или нет? Пластик? Пластик это... Подожди, мы про макулатуру именно Нет, это отдельно лучше Ещё отдельные категории, упаковочные Да, поэтому некоторые не парятся, просто приносят нам... Газеты тоже отдельно? Да, газеты тоже отдельно Вот так вот всё сложно Но это не обязательно, да? Бывает ещё в масштабах наших, это в субботних масштабах, это, да, не критично Вы принимаете книги? Да, мы принимаем книги И книги, имеющие литературную и художественную ценность Мы стараемся относить на полке гу-кроссинга Чтобы люди интересующиеся могли взять ещё прочитать Потому что переиспользование идёт перед переработкой То есть уже на переработку идёт только то, что невозможно переиспользовать, да А все книги мы стараемся как-нибудь перестраивать, куда-нибудь отдавать Вы ещё упомянули, что сотрудничаете с проектом UT Style Да Что это поподробнее можно? Это... И как остальным людям принять участие, что именно можно собирать, что подходит? Да, это хорошая девочка Вероника Которая в... На дизайнер Отключилась в НГТУ, да, на дизайнер И придумала проект по переработке неперерабатываемых отходов То есть она принимает так называемые композитные отходы Это пластик, смешанный с каким-то металлом Ну, чаще всего с алюминием Он блестит И вот с обычным пластиком это смешать нельзя Потому что там процесс технологической переработки другой Вот, соответственно, она собирает отдельно Мы помогаем в этом собирать блестящие такие штуки То есть всякие... Что туда входит в штуки? Мишура, упаковочная бумага Какие-то блестящие упаковки Вот эту шоколадку, например, раскрываете Полига? Внутри она блестит Нет, не полига Полига, это чистый алюминий Это не смешанный с какими-то полимерами А, просто такая упаковка гладкая? Да, гладкая, просто блестящая Или, например, пачка от чая Такого демокрованного От одного пакетика отдельно, да? Можно от одного пакетика, да Да, но если вот, допустим, берем... Все, что поблескивает, но не фольга Все оно, да? Да, даже стразы какие-то, блески Вот это вот все тоже можно туда, в этот материал Грубо говоря, от одной кофточки отпало К другой припало Получилось новое Ну, супер В этом проекте еще что-то есть подобное? Можно что-то, кроме блестяшек, еще как-то в дань моде принести? Или пока нет такого? Пока не могу сказать, но я думаю, что дальше больше Хорошо Есть у вас в группе еще такие сообщения По поводу, ну, как сказать Активной социальной позиции Но когда у тебя, у самого все в порядке Ты сам свой долг, так сказать, отдал зеленой венке Принес все, что у тебя лишнего дома было Ну, вот, например, если ты знаешь, что кто-то вывозит в больших объемах на свалку то, что можно и нужно утилизировать Что я могу сделать как гражданин? Вот я вижу, как огромная, огромный, там, не знаю, газель большая В себя загружает, допустим, много картона и увозит Хотя вот вы этот гофрокартон, говорите, можно переработать Что делать? Куда-то позвонить? Могу я спасти эту фуру картона? Чаще всего, да, нам звонят Спрашивают контакты Мы даем вот как раз под ситуацию Какие-то телефоны, какие-то сайты Куда можно обратиться, куда можно позвонить И, ну, естественно, этот разговор должен быть с администрацией С начальством вот этого места Откуда вывозят эту фуру картона Вот, соответственно, туда и подать идею Там договориться о приеме Как-то вот эти две точки соединить И получится счастье, наверное Давайте еще раз, Анна, суммируем, так сказать Что вы не принимаете, а что можно вести абсолютно точно еще, кроме макулатуры Кроме макулатуры мы принимаем пластик Маркированный, маркированный пластик Вот, еще интересно про маркировки Можете рассказать? Они же разные бывают Какие принимают, какие нет И где их смотрите? Они бывают разные Эти все маркировки, вот, списком можно посмотреть в Википедии По запросу кода переработки Есть какие-то коды, которые вы не принимаете? Сразу, может быть, их быстрее озвучить? Есть, но это будет нудно и неинтересно Поэтому мы принимаем первые шесть маркировок пластика Мы принимаем стекло, металлы, макулатуру, как я уже говорила И технику компьютерную и бытовую Мы не принимаем композитные материалы Мы не принимаем опасные отходы Это батарейки, батарейки, градусники, ртутные лампы энергосберегающие Лампы пневного света То есть то, что в себе содержит что-то опасное Отравляющее Как вы сотрудничаете с организациями, со всякими? Вот как детские сады и школы узнают, что им нужно сделать, чтобы с вами посотрудничать? В основном у нас сотрудничество, не сотрудничество, а оповещение идет через социальные сети Социальные сети и сарафанное радио Вот так и получается И уже к вам напрямую обращаются, собственно, руководители разных компаний Нет, есть инициатива снизу, есть инициатива сверху То есть руководителей, ну, меньшая часть В основном это какие-то мамы, воспитатели, учителя, которые просят приехать забрать что-то Освободите полочки, да Что они собрали с ребятами Либо прийти, прочитать, провести какой-то эко-урок для деток И вы такое тоже делаете? Такое тоже делаем Супер Анна, мы вам очень благодарны и за то, что вы пришли И за то прекрасное дело, которым вы занимаетесь Да, мы обязательно поучаствуем И, как и всех наших гостей, мы просим вас напоследок рассказать нам забавные истории жизни Знаете, у нас каждая акция какая-то забавная Да, конечно, начнем с названия хотя бы Вот, но есть, конечно, такие из ряда выходящие события Запоминающиеся прям надолго и всем Нам так один раз принесли еще там пару лет назад На одной точке единовременно 91 ртутный термометр Один человек принес Да, один человек Тогда мы еще принимали опасные отходы Было время И он мне объяснил, да, откуда он там взял один Кошмар Кто эти люди опасные И почему так страшно жить Спасибо большое, Анна Вознесенская была у нас в гостях Принимайте участие в акции «Зеленая белка» Ну, как-то не храните дома опасные вещества, пожалуйста Что democrative У нас не хранится Операция Операция Кто